Приключения львёнка Цезаря, похоже, благополучно закончились. После изъятия у контрабандистов, следствия и долгого пребывания на вынужденном карантине, молодой лев пару недель назад наконец-то перебрался в собственный вольер и занял своё почётное место на пьедестале. Он почти ручной, ни на кого не кидается. Переводили мы его без всяких, то есть на поводке просто взяли и перевели, когда народу не было. Пока маленький, он, ну, может, надеемся, и в дальнейшем такой же добрый парень останется. Поначалу Цезарь держался настороженно и прятался от желающих с ним познакомиться. Но сейчас он уже совсем освоился. Большую часть дня лев спит, как и все кошачьи. Остальное время играет с игрушками и через стекло общается с посетителями. По соседству со львом енотовидные собаки. Рада уже взрослая самка с нетерпением ждёт, пока её жених Каспер подрастёт. А тому пока игрушки интереснее подружки. Малыш появился в Ульяновском зоопарке совсем недавно. Но на очереди уже новые постояльцы. Мы только как раз вернулись с празднования юбилея московского зоопарка. И мы рады сообщить, что с этого года мы вступим в программу по сохранению вида. И, возможно, в ноябре, в декабре мы увидим на нашей территории Росомах. Упомянутая программа по сохранению вида не единственная, к которой в ближайшее время подключится Ульяновский зоопарк. На международной конференции, с которой на днях вернулась его делегация, было заключено ещё несколько важных договорённостей. Ну, московский зоопарк – это флагман наших всех зоопарков России. И многие природоохранные программы ведут именно московский зоопарк. А мы уже подключаемся. И вот в этом году мы договорились о том, что мы включаемся в программу по сохранению вида. Это дальневосточный полос, это змеи. То есть какое-то количество змеи приедет к нам для разведения. Кроме Росомахи и Полозов, в Ульяновск по программам сохранения в ближайшее время должны приехать на разведение пара харс, уссурийских куниц и рыбные филины. Но и помимо них коллекция постоянно пополняется, а сам зоопарк растёт и расширяется. Мы целый год об этом говорим, о том, что нам нужна дополнительная территория. Те территории, которые мы были подписаны с мэрии города, они у нас исчерпаны. Поэтому мы сейчас очень ждём этот документ, для того, чтобы в осень, ближе к зиме, к дню рождения Симбирского Деда Мороза, подготовить новые площадки, новые вольеры и адаптировать уже новых там животных. Тремительно растущий Ульяновский зоопарк – одно из главных украшений нашего города. Для тех, кто ещё не успел там побывать, напоминаем, что находится он в парке 40-летия ВЛКСМ. Юлия Шагунова, Анатолий Рассохин. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.